Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Канал Шахматы для всех продолжает обзор интереснейшего матча 14-го чемпиона мира Владимира Крамника против сильной шахматной программы Дип Фритц. Этот поединок состоялся, напомню, в Бахрейне осенью 2002 года. После четырех партий счет 3-1 в пользу Владимира Крамника. Он буквально доминировал в Эншпиле, который довольно часто возникал в этих партиях. Но вот в пятой партии раннего размена ферзей не получилось, и Владимир Крамник должен был сдерживать постоянно растущее позиционное давление компьютера в ферзевом гамбите. Д4 сыграла машина. Конь Ф6, С4, Е6, Конь Ф3, Д5. Конь С3, слон Е7, слон Ж5 и А6. После слон Н4, 2-0, Е3, Владимир Крамник играет Конь Е4, избирая защиту Ласкера. После взятия на Е7, Ферзь Е7, С, Д, Конь С3, Б, С, Е, Д и Ферзь Б3. Белые напали на пешку Д5, черные играют ладья Д8, после С4 взяли-забрали Конь С6. Черные создают позиционную угрозу размена коня на слона, поэтому слон Е2. Б6 играют черные. 2-0, слон Б7. Интересно, что создавшееся положение возникло в одной из партий Крамника, сыгранной в 1994 году в Германии. Владимир Борисович играл белыми против местного гроссмейстера Кристофера Луца, который впоследствии стал секундантом Владимира Крамника на этом матче против машины. В той партии против Луца Крамник сыграл ладья А, С1 и после Конь А5, Ферзь Б2, Ладья А, С8 пошел Н3. Далее было С5, массовый размен на этом поле, после Ладья С1, Ферзь Е7. Черные добились уравнения, но все-таки в последовавшей позиционной борьбе Крамник сумел подобрать ключи к крепости оппонента и победить в той партии. Но в нашем поединке Компьютер, играя белыми, иначе решил вопрос, какую ладью ставить на линию С. И сыграл Ладья Ф, С1. Ладья А, С8 играет Крамник, Ферзь А4 с угрозой взятия на С6. Конь вынужден отступить на А5, прикрывая пешку А7. Ладья С3 играет Дипфриц. Его задача сдвоится по вертикали С. Поэтому Крамник уже вынужден играть С5, Ладья С1, СД, Конь бьет Д4. В этом положении черные могли поставить довольно интересную ловушку и сыграть Ферзь Е4. Создается угроза мата, и черные ожидают, что белые пойдут в слон Ф3. Но такая ловушка может сработать разве что против неопытного белкового шахматиста. А ожидать, что в нее попадется компьютер – дело бесполезное. В чем же состоит эта западня? Дело в том, что на слон Ф3 последует Ладья Бьет С3 с угрозой взятия на С1. Черный Ферзь временно остается под ударом, и после Ладья Бьет С3 внедряется на Б1. Если закрыться Ферзьем, то теряется пешка А2. А на слон Д1 делается ход слон Е4. После Ф3 Ферзь Б2 и на Ферзь А3 Ферзь Д2 с угрозой мата Ферзь Е1 и взятия слона. Если пойти на Е2 с идеей перекрыться после шаха на Е1, то, конечно, Ладья Д4 и у черных уже выигранная позиция. Поэтому после Ферзь Е4 нужно просто отойти на Ф1, таким образом защищаясь от мата. После взятия на С3 Ладья С3 шаха Ферзь Б1 нет. Поэтому Ладья Д6 с угрозой перевода Ладьи на Ж6, но Ферзь Б4. Ладья подгоняется на эту позицию. После Ф3 Ферзь Е5, Ферзь Б5 взяли-забрали. Белые сохраняют небольшое позиционное преимущество. Понимая, что эта ловушка не сработает, Владимир Крамник просто забрал на С3. После Ладья С3 пошел Ладья С8. В этом положении ход КНФ5, который напрашивается, не давал больше равенства. Тогда черным не нужно играть Ферзь Е5 по причине шаха КНШ6 и ФЖ4, двойной удар. Далее меняемся на С8, забираем слона, отыгрывая фигуру. Поэтому на КНФ5, ФФ8 на взятие С8, атакуя слона, С3, ФД8 и ФЕ4, строя диагональную батарею. Взяли-забрали, Ж6, ФЕ4 и КНБ7 с угрозой КНЦ5. В ферзевом окончании перевеса нет, поэтому С4 с угрозой ФЖ6, но шах С1 и ФД7. Черные удерживают позицию. Поэтому вместо того, чтобы сыграть КНФ5, компьютер бьет на С8 и на С8 просто делает форточку. Черные уже достигли уравнения, но от них по-прежнему требуется точная игра. После СД7 следует СБ5 и после размена оказывается, что белый конь явно лучше застрявшего на краю доски черного коня. Поэтому Ж6 играет Крамник с идеей КНЖ7 и далее по возможности Х5. Слон Ф3 играет компьютер, слон Д7, ФС2 и ФС5. Крамник предлагает переход в окончание. Если бы компьютер забрал Ферзя, то после БЦ, КНЕ2, КНФ8 у черных не было бы и тени проблем. У них уже довольно перспективная проходная пешка. Король черных быстро подходит в центр. Конь может принять участие в борьбе, выскочив, например, через поле С4. Но компьютер поддерживает давление, отказываясь от размена Ферзей и играет Ферзи4. В этом положении у черных несколько неплохих возможностей. Например, можно было сыграть КНЖ7. На Х4 пойти Х5. У белых здесь ничего нет. Как при Ферзях, так и без них. Например, Ферзь Д5, взяли-забрали, КНФ6. Позиция абсолютно равна, потому что использовать неудачное расположение черного коня белые не в состоянии. Вскоре он войдет в борьбу. Но вместо КНЖ7 Крамник сыграл Ферзь С1 шаг и после КНЖ2 дал еще один шаг. Белые борются за победу, играя Ж3 и КНЦ4. Таким образом, черным удалось вернуть коня в игру. Но СЕ2 играет компьютер. Если закрепить коня на поле С4 ходом Б5, то окажется, что эта опора ненадежна. А4 играют белые в этом варианте. Если забрать пешку, то после Ферзь С2 придется попрощаться с конем, защитить которого не удается. Поэтому на А4, А6 обычная реакция. Но Ферзь А8, двойной удар, Ферзь С8, взяли-забрали и АБ. Черные бьют, КНБ5 и в этой позиции у белых лишняя пешка. Конечно, до победы еще очень далеко, ведь все пешки расположены на одном фланге. Но защищать такую позицию против компьютера дело очень неблагодарное. Поэтому Владимир Крамник сыграл КНЕ5. В этой позиции можно было прогнать коня, но в таком случае он находил, наконец, неплохое поле на С6. Здесь черные держат равенство. Поэтому машина играет слон Б5. В этой позиции белым выгоден размен белопольных слонов. Потому что в итоге конь белых будет иметь больше шансов, чем черный конь, который, казалось бы, стоит в центре, но на самом деле не имеет жесткой опоры. Сейчас белые создали угрозу Ф4. Поэтому черные практически вынуждены разменять слонов и, в конце концов, отдать пешку. Крамник бьет на Б5. Конь бьет Б5 и Ферзь С5. Конь бьет А7. Использовав перегрузку черного ферзя, компьютер сумел добиться минимального материального перевеса. Но если бы здесь Владимир Крамник сделал самый точный ход Ферзь С3, то имел бы все шансы удержать равенство. После А4 Ферзь Д2. Брать на Е5, конечно, нельзя, ввиду Ферзь Ф2 и ничья вечным шахом. В то время как ход КЖ2 и вовсе проигрывает партию. После КД3 с угрозой взятия Ферзь Ф3 и вилка КЕ1. Поэтому Ферзь Ж2 нужно играть. Но и здесь КД3, КЖ1, шах, КХ2 и черные отыгрывают пешку. Но Владимир Крамник ошибается. Он играет Ферзь А5, двойной удар. КЖ2 играет здесь компьютер. Возникает вопрос, почему же Крамник не разменял коней, сыграв Ферзь Бьет А7? Дело в том, что после Ферзь Бьет Е5, Ферзь А2, шах, КЖ7, Ферзь Бьет Б6, эта позиция очень неприятна и опасна для черных. Конечно, в игре двух людей, такое окончание 4 на 3 при Ферзях удержать можно. Но проблема конкретно этого противостояния состояла в том, что Крамник прекрасно понимал, у компьютера есть доступ к базе Ферзь с пешкой против Ферзя. Возникновение этого окончания здесь вполне вероятно. Поэтому Владимир Крамник не решился давать своему электронному сопернику такой весомый козырь. И вместо хода Ферзь Бьет А7 сыграл Ферзь Бьет А2. Конь С8 пошел компьютер и здесь человек допустил решающую ошибку. Длительное и непрекращающееся давление компьютера на позицию черных сказалось. Отметим, что ход Конь С4 приводил к довольно серьезным проблемам для черных. Конь Е7, КЖ7, Конь Д5 с дальнейшим Конь Ф6 и, возможно, атака на черного короля по черным полям. Лучшим в данной позиции был ход Ферзь Е6. Но и тогда белые имели возможность перевести партию в рассмотренное окончание 3 на 4 при Ферзях. Избегая этого, Владимир Крамник пошел Ферзь С4. Он хотел перейти в коневое окончание, но зевнул фигуру. Компьютер пошел Конь Е7 шаг и после Король Ф8 забрал на Е5. Здесь Владимиру Крамнику оставалось только сдаться, что он и сделал. Нужно отметить, что этот чудовищный зевок был обусловлен также и сильным цейтнотом, в который угодил Владимир Крамник. Данная партия является отличным творческим достижением компьютера. Дип Фритц переиграл Крамника в его же неторопливом позиционном стиле. Таким образом, после пятой партии разрыв в счете сократился. 3-2 в пользу человека. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех, оставляйте свои комментарии. Большое спасибо за внимание. До свидания.